Продолжение следует... 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 Стихотворения появлялись... В периодической печати... Рассказы появлялись... В периодической печати... Книги больших жанров... Не переводились... И... Вот эта серия... Но только что я ее придумала... Только что я составила список... Авторов... Которые, слава Богу, утвердили... Но не могли не утвердить... Потому что действительно... Было понятно... Что Болгария маленькая... Но литература большая... И... Книга Теодора Димовой... Открыла эту серию... Серия... Новый болгарский роман... Называется Новый... Но это не книги... Последних двух лет... Трех... Это книги новые... Для российского читателя... Российский читатель... Открывает для себя... Современную Болгарию... В список авторов этой серии... Включены... Именно те произведения... В которых рассказывает... Рассказывается... О Болгарии... О ее... Историческом прошлом... О ее сегодняшнем дне... О проблемах... Которые... Во многом... Схожи... С нашими... Российскими... И когда Теодора... Будет рассказывать... О замысле книги... Когда она будет... Рассказывать... О... Героях книги... Вы поймете... Что все это... У нас тоже... Есть... Поэтому... Передаем... Слово... Под ваши аплодисменты... Друзья... Първо искам да благодаря... На книжарница... Библиоглобус... За нейното гостеприемство... И за поканата... Да бъде тук... Прежде всего... Хочу поблагодарить... За гостеприемство... Книжна магазин... Библиоглобус... Искам да благодаря... На... Центърът за книги Рудомино... На редактора... На книгата... Ирина Мерникова... Хочу поблагодарить... Издательски дом Рубамино... Это... Издательство... Библиотеки на страна литература... Но и редактора... Както и... Госпожа Ангелакиева... Която е шеф на Български културен институт... С тяхната помощта на... Възможен този проект... И издаването на тези... Досицы... Бранили болгарские романы... И конечно... Госпожу Буряну Ангелакиеву... Которая возглавляет... Болгарский культурный институт... С помощью которого... И стало возможным издание... Десяти болгарских романов... До сих пор... Это от меня... Это не перевод... Вышло пять романов... Есть еще роман... Георгия Господинова... И есть еще три птиф... То есть три романа... Объединенные в одну книгу... Анжелы Вагенштейна... Всего пять романов... Наидване на сам... Просто споделих с Ирина... Колко... Колко е лесно... Да се разрушават... С връзките... Между... Така... Две братски... Две братски страни... И колко е трудно... Те да се възстановяват... Не само в политиката... И в отношенията... И между... И между... И между хората... И... Кога ме си въеднешли... Маха раз обсуждали... Насколько лих пора... Зарушат связи... Связи разни... Като разсуществували... Между братскими народами... Нашими... И... Насколько тяжело е... Ни в страна на улица... Започнах да пише книгата... Когато в Кловдив... Това е втория по година... Град в България... Се случи... Това убийство... Ве 14 годишни деца... От съвсем мално семейство... От семейства на учители... На лекари... Обиха своя соученичка... Взеха и дрехи... Да се влякаха гола... Взеха и мобилния телефон... Замысел Романа родился... После реальных событий... Произошедших в Кловдиве... Второй по величине город Болгарии... Две 14-летние девушки... Девочки... Убили свою одноклассницу... Разделили ее до нога... Забрали одежду... Забрали мобильный телефон... Который впоследствии... Продали... Впоследствии... Станово убийство... В другом городе... В Българии... В 14-15-16 годишни деца... Убили... Своите приятели... Своите сученици... И наше... Взрит на детской приступности... Впоследствии... И в других городах... В Българии... Случились... Такие же истории... 14-15-летние подростки... Обивали... Своих сверстников... И... Таким образом... Произошел... Взрит приступности... Нямах никакво намерение... Да пише роман... На такава тема... Просто исках писма... И мога обясня на себе си... Как едно бете... Извърнеш... Във един ден... Мигновенно се превръщава... По тези дец... У меня не бала... Замъсла романа... Такова... Просто хотела... Обяснить... Сама себе... Таким образом... Рибърната... С подополучна... Синия... Мог... Бъти охвачена... Агресия... И пойти... Моги... Аз имам... Сини... Дъщеря... Много съм... Близка... Благодаря... Мога... Аз имам... Аз имам... Защото... Това се случва... Не само в България... И не само в страните... От... Пост... Комунистическата... Територия... И... Войната... Которъм... Мога... Пришла... В 1989 г. Один миллион... Българий... Написано... Слегка... Северна... И... Как будто... Вот эти проблемы... Взрослые... Безработица... Желание может быть... Уехать за рубеж... Многие уехали... Миллион... Бангара... Уехала... Потом... Върнулись... И вот эти проблемы... Митинги... А... Ани засланили... Более важни проблеми... Много от семействите... Не изтържаха... На този външен натиск... Много от семейства... Се разпадаха... Разведаха се... Бащите... Изоставиха семействите си... Защото не можаха да се справят... С тази нова координатна система... И... Много учен семей в България... Била разрушена в ето период... Из семейства... Уходили отцы... Ани не могли обеспечить... Ето семейства... И разрушилась система координат... И в тези предложни години... Мие като че не забравихме... Блицата си... Забравихме... Да ги държим в този тя школу... От любов... Да ги даряваме... Ежедневно... Всеки танцы... С радост... И... Мы как будто забыли о своих детях... Забыли о том... Что дети должны быть окружены... Атмосферой любви... И заботи... Децата се нуждают... От спокойствие... От любов... Когато те нея получават... Техната самота... И много по-страшна... От самота... На един възрастен човек... Когда дети лишены любви... И заботы... Когда они ощущают... Одиночество... Вот это... Одиночество становится... Для них гораздо страшнее... Более ощутимым... Чем одиночество... Для взрослых... Например... Защото... Ние възрастните... Имаме механизми... По които да може да се справяме... С агресията... С автоагресията... Потому, что у взрослых... Сформированы защитные механизмы... Которые помогают... С справиться с агресией... С так называемой... Автоагресией... Собственной агресией... А когато децата с лишени от любов... Те остават уголени... Как нерв в вселената... И поймат отрицателните нерви... А когда дети лишены заботи... И внимания... Они становятся оголенными... Как оголенный нерв... И... Впитывают в себя... Отрицательную энергию... Вселенной... И Таняма... Тезис... Заштики... Механизмы... Кои... Техната... Агресия... Те... Трансформирует... В новую... Агресию... И... Поскольку у них... Нет защитных механизмов... От этой агрессии... Они... Получая ее... Вселенной... Трансформируют... И передают... Как бы дальше... Уже... Тази книга... Беше... Обвинение... Към майките... Като най-преки... Хора... Които се грижат... За тези деца... Но... Обвинение също... И към обществото... И към училището... И към учителите... И към бащите... Които... Не издържаха... И на пуске... Хосинестис... Эта книга... Прежде всего... Обвинение... В адрес... Матерей... Которые являются... Первым... Зменом... В цепочке... Которая связывает... Детей с жизнью... Это... Книга... Обвинение... И в адрес... Школьных... Учителей... И в адрес... Общества... И в адрес... Отцов... Которые оставили... Свои семейства... Не в състояние... Не въдущи в състояние... И в пайта яжа... Книга... Книга... Получи голям... Отцов... В България... Много... Неправителскани... Организации... Се обърнаха... Към мен... За да се включат... В... Защита... За промяна... На законите... За децата... Закона... За детето... И ета книга... Получила... Большо резонанс... В Българии... Многия организация... Обращали с камни... Щоба ня приняла... Участие... В выработке закона... По защите прав детей... И... По крайней... Разбраска... Какая бессилна... Литература... Это... Во... Сутиално... Утношение... За что... Нито один закон... Несет... Книга... И... К сожалению... Я поняла... Насколько... Литература бессилна... Изменить... Законодательство... Потому что... После ее выхода... Несмотря на резонанс... Ни один закон... Не был изменен... Но както... Литературата е бессилна... За... Законите... Така... Тя може да влияе на... Убелния човек... И в това е нейната сила... Но... Насколько... Литература... Бессилна... Изменить закон... Насколько... Жанна Сейна... В влияние... В свое влияние... На люди... В свое влияние... На люди... И... В свои возможности... И... Изменить... В нея... Има... Седем глави... Това са седем отделния разказа на деца и техните семейства... Те... Живеят... Учат в един и същий клас... В крайна сметка... Всяки по различни причини... А... Участват в колективното убийство на Явора... На тяхната... На тяхната... На тяхната... Учителка... В этой книги... Сем глав... По сути... Ето сема... Истории... Истории... Дитей... Которые... По отдельности... И все вместе... Участват в родисте... Свои... Учителница... Класна... Руководителница... Явора... Обяснявам си... Успеха на книгата с това, че... Всички ние сме... Вързани в този... Свързани сме в този... Капан... Или сме... Виновни пред родителите си... Или сме виновни пред децата си... Изобщо... Никой от нас не може да избяга от отношението родителите... Успяха те книги... Я объясняю тем, что каждый из нас... Не состоит в отношении... В связи со своими родителями... Или со своими детьми... То есть каждый из нас... Участвует в решении вот этих проблем... Отцы и дети... И никто из нас не может избежать... Решения этих проблем... Спасибо огромное... Ну я думаю, что действительно... Каждого из нас уже... Как мне кажется... Зацепило эту тему... Потому что действительно... Обойти ее не может не каждый... Точнее, каждый не может обойти... Поэтому... Я думаю, если у кого-то возникли вопросы уже... После вступительного слова... То пожалуйста... Если удовольствие передать микрофон... Уважаемым нашим покупателям... Который здесь же находится в восьмом зале... Вот... Ну а пока... Вы обдумываете свои вопросы... Если возможно... Мне бы хотелось задать несколько... Ну немножко абстрагировать... Вот скажите... Действительно очень интересная тема... Я тут немножко узнала о том... Что уже... Эта книга... Так сказать... Была поставлена... Да... На подмотках театра... То есть уже пьеса вышла... Вот хотелось бы... Может быть... Услышать... Будет ли какая-то экранизация... Вот как-то чтобы может быть... Если... Ну... Не так много... Читает людей... Я имею в виду подростков... В том числе книги... То мы очень стараемся... Всеми силами привить это чтение им... Но... Все-таки кинематограф... Наверное... Более шире... Как-то может... Эту проблему развить... И может быть... Еще лишний раз... Напомнить о ней... И... Может быть... В связи Румана... Бехт и Молена... Направить... И... Постановка... Играла... В продължение... На шест години... Много успешно... Сразу после... Върхата Румана... Я получила... Предложение... Сделайте сценировку... Игола... Създана... Пиеса... Катора... На протяжение... Шести лет... С успехом... В театре... В театре... А в момент... Се пиши... И сценарии... За... Заигравен филм... Така че... Този интерес... Към книгата... Така... Не пристанен... А в настоящее время... Действительно... Пишатся сценарии... В художественном фильме... Так что... Действительно... Интерес к книге... Не приостанавливается... Есть вопросы кого-то... Дорогие друзья... Ну... Вопрос тогда еще у меня... Скажите пожалуйста... Вы вообще... Последите за переводами своих книг... Вообще... В мире... И в частности... Перевод русский... Насколько вам... Понравился... Не понравился... Или немножко... Молодой... Вороной... Русский... Ну... Тут... Ты... Молодой... Тысячку разбили... Когато... Също и читаме русский... И... Не само моето мнение... Но и мнението на Ирина... Е... Такова... Че... Преводът е... Изключително... Точен... Изключително... Ритмично... Музитално... Музитално... Много близко... До... До оригинала... Я... Не... Не говоря по-руски... Но я практически все понимаю... Понимаю... Съответственно... И письменна речь... Поэтому... Когато я читала русский перевод... Значит... Я сделала вывод о его высоком уровне... Абсолютно точно передана... Передана ритмика текста... От себя могу сказать... Что... Текст сложный... Текст... Он не воспринимается сложно... Вы читаете на одном дыхании... Но ритмика этого... Этой прозы особая... Особая пунктуация... И переводчица... Это... Зоя Карцева... Это... Преподаватель... Балгарской литературы... В Московском университете... Прекрасно владеющей языком... Прекрасно владеющей литературой... Она... Исключительно точно... Передала... Весь эмоциональный заряд... И весь тройный заряд... Вот вы знаете... Следующий вопрос... У меня немножечко будет связано... И с темой вашей книги... И в том числе... Наверное... С книгами вообще... Ну... Наверное... Каждый из нас... Когда появляются дети... То мы начинаем вообще... Воспитывать их... Наверное... На тех же книгах... Да... Добрых детских книгах... Может быть... Вот этого не хватает... Мне хотелось бы... Задать такой вопрос... Как вы считаете... Насколько важно... С ребенком... Вот как бы вот... Проживать эту книжную жизнь... Что называется... На каких книгах... Воспитывались вы... И воспитывали ваших детей... И какие книги... Вы вообще любите... На сегодняшний день... Может быть... Есть даже какая-то настольная... Которую вы перечитывали... Честно... Далее даже... Аз не мога да си представя... Един чумент... Да не чете книги... Честно говоря... Я не могу себе представить... Какого-либо человека... Которого не читал книги... Мисля, че това се воспитава... Не мога да си представя... Родителите да отглеждат... Тето си... Без да го приспиват... С книги... А с какого-другое... Я не могу себе представить... Радители... Которые... Ние обаятвали... Да ги обледвали... Своя сега... Ребенка... Без чтения... На... А... Каким образом... Так да его... Окладвати... Като че... Нищо не е... Не възбужда... Толкова много... Въображението... И нищо... Не може да... Извика такава... Връзка с другите хора... Както... Книгата... Нищо... Не разширяваме... Да гледате толкова... Колкото... Книгата... Нещо другое... Как книга... Ни разширяят... Нас... Тойка... Пробазор... Человека... Как книга... Нещо другое... Не способствует... Развитие... Человека... И... Развитие... И... Ние... Като чели... Напрасно се страхуваме... Че... Компютърът може да измести... Може да измести... Четенето... Това е нещо... Толкова... Специфично... Съкровенно... Дълбоко... В човешката душа... Че то е... Така... Територия... Която е... Непризимаема от... Компютърът... И... Ние... Представляет се... Що... Компютър... Как да е... Витеснъть книгу... Потому, чо... Процес книги... Это настък... Глубинъй процесс... Настък... Сокровеннъй процесс... А без... Которго... Человек просто... Не сможе съсществовать... Какие книги... Выросли бы? Какие книги? Съсъсъ... Съсъ... Съсъъсъъ... Децкитни видов... Вам много... Как да е... Кажа... Да неизрешно... Поиме... Нас... Основане и... И Астрид Лингрэм, естественно, на первое место. Любимия ми писатель Достоевский, много часто периодично предпочитам всичко от него, как и романите на баща ми. Това са писатели, които ги чета през две години, през три години и винаги открива нови къща, които преди това не са могла да открива. А произведението Стайевского перечитваю примерно каждые два года и кажда раз откриваю на себе новая, так же как и книги Майлоят сам. Здесь моя марка, извините, что я не сказала про это раньше, Теодора Димова из писательской династии. Если есть в зале люди среднего поколения, моего возраста, то они помнят, что в Советском Союзе несколько раз переиздавали книги Димитра Димова. Это классик болгарской литературы, классик мировой литературы 20 века. Мы шутили, у нас была автограф-сессия в магазине «Москва». Мы шутили, что поговорка «Природа отдыхает на детях» — это не наш случай. Это случай, когда писательница Теодора Димова надарена талантом. Надарена талантом параллельно, последовательно от Бога. Это не важно. Но это самобытный талант, вернее, европейская литература. Скажите, пожалуйста, а вот не считаете ли Вы, что, наверное, агрессивность в детях еще рождает как раз большое количество, наверное, все-таки компьютерных игр, которые на сегодняшний день просто распространены везде, как мне кажется? И не считаете ли Вы, что существует все-таки проблема детского чтения, точнее уменьшение в объема това чтения, которое, может быть, даже было раньше? Дети стали меньше читать или нет, на Ваш взгляд? За съжаление, читат по-малко, но техните родители също читат по-малко. За това, че те читат по-малко, не сървят в един област. Многие родители, които също отрегат по-голямо време за компютрите и читат през компютрите. Конечно, дети сейчас читают меньше, меньше читают и их родители, и в том, что дети читают меньше, конечно, вина их родителей, которые сами погружены в компьютер. Но знаете ли, читяште те хора, виноги с горы долу около 10% населения. Вам никого не се изменят в стичне, до 100%. Но известно, что читающие люди, это 10% населения, это было раньше, это есть теперь, и так будет, и я не думала, что эта цифра изменится. Дорогие друзья, я еще раз напоминаю, что у нас сегодня в гостях известный писатель, драматург, дочь классико-болгарской литературы Димитра Димова Теодора. Димова сегодня представляет свой роман «Матери». Если у вас есть возможность, точнее, если у вас есть вопрос, то у вас есть возможность его задать и озвучить. Поэтому, пожалуйста, поднимайте руки, не стесняйтесь и... Есть вопросы, да? Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас. Здравствуйте. 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 Для остальных перевожу, да? Девочки говорят по-болгарски, говорят неплохо. И благодарят за присутствие здесь автора. И спрашивают, нет ли у нее с собой оригинала книги. Вот. Нет оригинала, но есть в библиотеке иностранной литературы и библиотеки Болгарского культурного института. Я хочу, знаете что? Я хочу прочитать маленький абзац, а вы потом найдете этот абзац в оригинале. Приходите к нам, вот лично я вам книжку выдам. Болгарский культурный институт находится в библиотеке иностранной литературы. Если хотите, закажите в фонде, она тоже есть на болгарском языке. Я вам сейчас прочитаю. Все уже поняли, что главная героиня, которая погибла, это учительница, учительница и классная руководительница вот этих детей. В одном абзаце, словами одной из учениц, дана ей характеристика. Послушайте, если у вас была такая классная руководительница, это было прекрасно. Если не было, пусть она будет у ваших детей. Когда Явора первый раз вошла к нам в класс, она сказала, здравствуйте, я ваша новая классная руководительница. Меня зовут Явора. Фамилию я вам говорить не буду, потому что это глупо, когда люди обращаются друг к другу по фамилии. И можете говорить мне, ты, я такая же, как и вы, только знаю немножко больше вас и должна вам об этом рассказать. Предлагаю, давайте будем друзьями. Вот этот человек, эта героиня помогала детям решать все их проблемы, которые должны были решать матери. Спасибо огромное. Есть еще вопросы? Ну, если у нас вопросов нет, я думаю, что сейчас, наверное, каждый из нас, кто здесь присутствует, как-то вот обдумывает все вышесказанное. И у вас появится возможность все-таки задать вопрос, если кто-то не отважился в микрофон еще и лично. С вашего позволения, Теодорова, что бы вы могли пожелать своему российскому читателю? И, собственно, вы, да, им пожелаете, все-таки угадали на литературу-то и на духовность. Я хочу им пожелать, чтобы они были также со всей отдачей, были вместе с литературой и с духовностью. Ну вот на этой оптимистичной ноте мы закончим нашу встречу. Под ваши аплодисменты, уважаемые дамы и господа, через несколько секунд, прямо сейчас, точнее, мы начнем автограф-сессию. Поэтому вы можете сейчас подойти, подписать свои книги, получить автограф, ну и, возможно, задать вопрос, который не отважились задать на встрече. Спасибо огромное всем за внимание и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...